прием прием как слышно с вами говорит капитан корабля детки на вексте ярослав золотов здравствуйте ребята в честь дня космонавтики мы начинаем наши межпланетные вещания самых радостных уголков вселенной проверка связи слышим вас хорошо сегодня выпуски выйдем на орбиту здоровья вместе с планетой зубор добавим солнечных красок светлой мир ярких идей забудем о гравитации созвездия юных граций узнаем как стать настоящими космонавтами с маленькими экспертами 12 апреля 1961 года космос полетел первый космонавт юрий алексеевич гагарин наш герой провел на орбите земли целых 108 минут это почти два часа представляете так появилась профессия космонавт а 12 апреля стали отмечать как все люди авиации и космонавтики для будущего космонавта главное что отличное здоровье ой кстати кстати матвей ты прошел над комиссию перед полетом был стоматолога ну как сказать все ясно тогда отправляется на планету здоровых зубов вместе с бесстрашным ярославом золотом ребята а вы знаете с какого возраста нужно посещать стоматолога а что нибудь про особенности ухода за молочными зубами предлагаю не теряться в догадках а получить ответы на все вопросы стоматологии зубор здравствуйте меня к вам столько вопросов давайте начнем с главного зачем лечить молочные зубы ведь все равно выпадут добрый день ярослав не соглашусь с тобой самой распространенной причиной проблем зубами является кариес а в том числе как и постоянных так и молочных зубов но у меня ничего не болит а вот лишний раз идти к врачу не хочется поверь мне ярослав это в твоих интересах зачастую разрушение молочных зубов протекает бессимптомно и иногда родители очень удивлены когда у ребенка констатируют на осмотре уже стадию пульпита поэтому нужно регулярно посещать стоматолога каждые три-четыре месяца а первый раз желательно показаться уже с первого месяца жизни ого можно сказать с пеленок а существует самый эффективный метод лечения кариеса да у нас существует в клинике самый эффективный способ лечения кариеса без препарирования без чего другими словами без применения бормашины эта система требует достаточно небольшое количество времени не более 30 минут и без специальной какой-либо подготовки давай мы проведем с тобой осмотр и я дам тебе пару советов как правильно ухаживать за полостью рта ярослав как твои дела отлично вот тебе презент за храбрость спасибо пожалуйста дорогие родители приучайте детей чистить зубы и не откладывайте визит к стоматологу будьте здоровы привет ребята с удовольствием принимаем межпланетную эстафету и приближаемся к самой творческой остановке нашего маршрута здесь базируется юные художники которые прислали просто космическое количество работ на конкурс героя любимых сказок мы говорим спасибо всем участникам и от души поздравляем победителей внимание стыкуемся с сюжетом это я удачно пристыковался мы рады приветствовать вас на награждении победителей конкурсов рисунков герои любимых сказок наши участники своими красочными картинками еще раз доказали что корней чуковский один из самых любимых сказочников на конкурс было представлено рекордное количество майдадыров айболитов мух цикатух и крокодилов мы говорим спасибо всем участникам и с удовольствием награждаем победителей первое место у нас занимает юлия галкина второе место завоевал работа нашего ведущего космонавта алексея стулова и третье место у нас заняла юная участница василиса носикова за самостоятельность исполнения и оригинальность образа был отмечен рисунок никиты шмакова занявшего почетное четвертое место в голосовании свои художественные навыки никита смог закрепить с помощью специального мастер-класса также поощрительные призы ждут своих героев в номинации яркая идея ну а довольные художники вновь хотят творить я очень люблю собачки а ты рада что ты победила сегодня я очень рада и буду еще участвовать в конкурсе творите с удовольствием с цветным миром ярких идей что ж друзья пора лететь дальше и мой вам совет подписывайтесь на нашу группу вконтакте и узнавайте о конкурсах первыми ярослав по моему мы сбились с маршрута я не узнаю этих мест не может этого быть вон видишь созвездие юной грации вас поняла я беру курс на сияние таланта и трудолюбие всем привет мы артистки грации и мы готовимся к большому концерту не сомневайтесь здесь занимаются самые целеустремленные детки готовые без слез исправлять ошибки артисты цирковой студии грация отрабатывают программу с присущей только им самоотдачей впереди важный концерт подтверждение звания образцовый коллектив и значимая круглая дата большую часть этот концерт посвящен десятилетию коллектива десять лет как мы работаем в этом дворце на самом деле он был уже в том году ну как как наш коллектив был создан но в связи с пандемии а потом было то что то отменялись концерты то многие заболевали коронавирусом сейчас слава богу это все спало и вот мы готовы представить этот концерт за эти 10 лет ну большой семьей для меня стало потому что мы каждый день видимся наверное даже чаще чем с родными вот и уже как большая семья за более чем 10 лет грация вырастила не одну яркую звездочку софия абрамович в коллективе с момента основания ее увлечение цирковой гимнастикой переросло в желание заниматься любимым делом на профессиональном уровне софия учится в московском вузе на тренера и уже сейчас помогает родному коллективу стараюсь девочкам привить любовь к гимнастике трудолюбия старания то что когда-то вам привили ваши тренеры юные гимнастки с нетерпением ждут дебюта чтобы достойно представлять свой коллектив на сцене они много тренировались мы пригласим на наш концерт маму папу бабушку девушку чтобы они вами любовались да но не только для них это долгожданное событие воскресенская грация один из популярнейших коллективов чьи выступления мечтают увидеть зрители не только в нашем городе но и далеко за его пределами в начале апреля грация блестяще выступила на конкурсе парад алле где традиционно встречаются сильнейшие цирковые коллективы подмосковья наши звездочки завоевали звание лауреата первой степени и привезли из паловского посада кубок победителя в номинации лучший творческий коллектив без сомнений эта победа придаст воскресенским гимнасткам уверенности перед ответственным концертом и мы вновь насладимся их невероятной пластикой и головокружительной легкостью раз и два и три и два как и жаль не гуциозные мне тоже захотелось вот так парить в воздухе ксюша мы так лечим бразидим бесконечность и открываем новые планеты ой что-то я по нашей планете соскучилась как это интересно на земле уже весна ну не грусти если хочешь мы выйдем на связь с теми кто поднимет тебе настроение и передаст привет с любимой земли космонавт это которые летают в небо ну чтобы изучать разные планеты они там фоткают чтобы составить глобус чтобы стать космонавтом нужно хорошо учиться нужно отлично нужно быть сильно там умелым здоровым бегать на беговой дорожке не бояться ничего быть храбрым готовиться к невесомости невесомость это когда в ракете вот такое вот вы типа парите можно расслабиться и ты сам будешь в воздухе я б конфеты бы ела в тюбике знаете зачем нужен огонь чтобы очень высоко взлететь ну поэтому они называются космонавты потому что они летают в космос они просто там как самолеты птички Юрий Гагарин это самый первый человек полетевший в космос ну вообще современные годы уже летают на ракетах у него острый нос огонь крылья и три окна ты типа сначала вот так трясешься а потом у них некоторые части падают на землю построим ракету сами угу есть там жизнь или нету там и жаркая планета и холодная ну а земля Меркурий Нептун Марс Юпитер Венера и я знаю что луна наш спутник земле на нашей планете есть жизнь ну бывает на каких то планетах никто не живет и мы живем на планете Россия и мы живем на земле на земле а на других планетах живут и фургетяне они розовые и зеленые и красные и вот у них три глаза и третий на лбу деревеньки такие с антенками и соски будто бы да они такие с пушками стоят они любят играть в мяч и летать на космическом корабле ну бывают добрые, бывают злые одни веселые, а другие могут быть грустными они не любят когда да к ним кто-нибудь на планету призявляет и и ходят а чем любят заниматься в носу ковыряют вы сами хотите быть космонавтом? да да вы что оба? да 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 нет я в принципе себе какую-нибудь другую работу хочу а ты бы вообще смогла полететь в космос? ты храбрая? да я не хочу стать космонавтом а почему? потому что я не хочу на лоб летать я хочу стать великой певицей знаете почему? почему? потому что я хочу познакомиться с Вячеславом Макаровым я тоже хочу хорошо, а кем ты хочешь быть? воспитателем стать великой певицей я хочу познакомиться с Филиппом Киркоровым здорово, а с космонавтом никто из вас не хочет познакомиться? Нет. Эй, космонавты, прием. Вам не страшно было в первый раз полететь в космос? В невесомости это круто или нет? У нас на планете все хорошо, скоро весна. Хорошая погода, а в космосе как? Мам, я буду космонавтом. Мама, я буду космонавтом. Конец связи. Космический корабль деток завершил полет. Чувствует себя отлично и готов к новым выпускам. Ждем космонавтики, друзья. И до новых встреч в эфире. Полетели. Че опаздываешь-то, а? Так все в конце будут самые смешные моменты. Вырежем. Я сама лично это вырежу. Мы земляне. Привет. Мама, папа, привет. Без хороших оценок, если только двойки будут, то ничему не научишься. Дорогие космонавты, с днем космонавтики. Чтобы вы оставались живыми и спортивными. Я бы полетела в космос, как белка и стрелка. Третьми полетим. Раз, два, три, с днем космонавтики. Раз, два, три. Да не ш, с днем космонавтики.